доброго времени суток дорогие друзья сегодня мы с вами делаем учебный влог знаете почему представляете сейчас 11 часов вечера я вам говорила что особо сильно ничего не читать да но мне очень хочется пробежаться хотя бы по вопросам которые будут у нас в финансах и кредите риска охотится на сишку ну ну нельзя риска нельзя что что не дадут спокойно снять и риска фу нельзя риска шла разнимать малость отвлеклась в общем и целом это то что мы успели провешать за семестр не надо сейчас посмотреть остальная задача которая нам дала преподаватель мы с вами прибежимся быстренько по перечню вопросов которые будут к финансовому кредиту дайте влияние финансов как экономической категории перечислить их отличительные признаки дайте понятие финансовой системы характеризуйте структуру финансовой системы республики беларусь дайте понятие государственного бюджета перечислить его функция знаете что я сделаю я сделал очень хитрую вещь начало это я выделю я просто для того чтобы распечатывать все это я убирала пропуски которые там идут а вот и я сейчас выделю вопросы чтобы сразу за ним глаз цеплялся дайте понятие бюджетного дефицита и профитита сформулируйте причины возникновения бюджетного дефицита уже несколько вопросов я понимаю что что нужно дайте определение государственного кредита государственных займов государственных аппликаций раскроете классификацию государственных займов это у меня был вопрос в моей домашней работе дайте понятие государственного долга опишите его виды это тоже туда же входило раскроете сущность вне бюджетных фондов дайте понятия финансовой организации причислить основные признаки финансов организации изложите функции финансов организации функции финансов предприятий мы сейчас посмотрим то по моему идем по финансовые ресурсы финансовая система управления финансовая государственный бюджет учебники вот мы сейчас государственной кризис государственный долг страхование в системе экономического отношения 9 вопросе и грубо говоря но в учебнике это до седьмой главы идет так то есть практически можно идти просто подряд сам учебник главные принципы организации финансов принцип организации финансов предприятий понятие инвестиционной деятельности характеризуется субъекты и объекты инвестиционной деятельности вот тут большой вопрос вот этот вот то что я еще сказала отдайте понятие капитальных вложений эффективности их тоже нужно написать что у нас девочки говорили что 40 вопросов раскрыть и классификацию денежных затрат и предприятия перечислиться источники их финансирования по сути своей мы все вот эти задачи решали главное вспомнить в тот момент когда ты сдаешь главное вспомнить сейчас я быстренько пробегусь понятие прибыли значение функции прибыли это из экономики охарактеризуйте виды прибыли что то то что уже проходили тут есть но в общем и целом все же пересекается эти понятия денежного оборота это оборотное средство это бухгалтерском учете в экономике все характеризуйте его структуру назовите счета которые могут быть открыты предприятия в банке дайте понятия кредит как экономической категории характеризуйте функции кредита раскрыть содержание потребительского кредита финансовое планирование это экономика то есть в принципе чисто теоретически финансовый контроль даже если вы это если времени проведения если вы учили экономику то это уже можно сдать финансовых рисков его виды это в основах предпринимательства было дайте понятия цена раскрыть функция цен это ценообразование чистейшее но тут много и отпуск на и какая хочешь и розничная цена изложите принципы кредитования перечислите отличительное признаки кредита от других экономических категорий изложите сдачи кредита опишите классификацию инвесторов все правильно кредит это инвесторы кредитование и инвестиционное вложение это как раз инвесторы все логично ничего не вижу нонсенсы какого-то дайте понятия лизинга как метода инвестирования изложите основные классы лизинга вот это вот мне нужно будет точно почитать не себе выделю потому что лизинг это то что вы грубо говоря в зале машину например это тот же самый кредит вы имеете право пользоваться но если вы не выкупили ее то у вас забирают ее то есть как бы такое вот во временное пользование дает это ведь здесь при котором происходит сдача имущества на во временное пользование вот правильно существует лизинга состоять следующем чтобы получить прибыль совсем не обязательно иметь оборудование или иное имущество в собственности достаточно лишь иметь право его использовать и извлекать доход вот сейчас прочитаю дайте понятия амортизации основных фондов это было уже в трех или четырех предметах раскроете методику начисления амортизации линейным способом это все задачи то есть в принципе вот я к чему все это сейчас читаю да что если держите уши свои открытыми на занятиях если решается задачи которые дают преподаватель то дальше ты даже если не не читал саму тему ты по задачам можешь пройти но это вот смотрите прослежная система финансов и кредита а так и все и учебник заканчивается но отлично активы инвестиционная деятельность кредиты кредитный рынок банки банковский кредит протяжная система финансовые ресурсы капитал организации принципе это у меня перед глазами учебник 16 глав для сузов финансы кредит вот такой вот в нем это все есть то есть даже если вам не дадут конспекта да то все это можно найти вот дайте понятие оборотных средств раскроете квалификацию оборотных средств это было это у меня было во всех фактически предметах какие предметы были я вам обязательно расскажу изложить порядок использования прибыли остающиеся распоряжения организации то есть в принципе правильно говорят что сначала ты работаешь на защитку потом защитка на тебя в том плане что если вы изучали предыдущие вопросы это предыдущие предметы то там это есть если вы учитесь на каком-то отделением то мне экономическая да у меня экономического порядка вопроса вот если вы там на юридическом то есть соответственно там тоже многое будет повторяться ложите методику определения потребности в оборотных средствах то есть это открыли тему оборотное средство и почти погнали по ней читать порядок планирования дохода от реализации это все в плав планирование будет так порядок расчетов так фактор влияющий на величину дохода от реализации степень повышенной насыщенности рынка покупательская способность денежные доходы уровень цен к внутренним фактором объем товарооборота средний уровень торговых надбавок взвенность товара движения вывод но кстати полученные результаты при расчете влияния факторов покажут насколько увеличился это с плюсом будет показаться или уменьшится с минусом будет сумма валового дохода за счет изменения объема товарооборота или изменение среднего уровня валового дохода то есть это тот самый процент выполнения плана или уровень рентабельности это факт плана может на 100 отклонение от плана размер и изменения раз равно факт минус план эти понятия рентабельности этого как раз следующие вытекает из этого характеризуйте показатели рентабельности прибыль рентабельность они в одной и той же теме этот вот раскройте классификацию кредита как экономической категории это фактически подразделение экономики которые все ходят все идут пошли задачи и уже практические занятия короче народ мне прочитать сейчас быстренько пролистать и 33 странички вот еще 20 страниц тут идет задач вот сейчас я что я сейчас сделаю я сейчас открою то что нам присылали картинки буду смотреть по задачам вот что-то там дорешать пролистать конспект быстренько вот и можно будет со спокойной совестью ложится спать в уверенности в своих моментах ну напоследок если кто-то кому-то интересно стало помада то вот такая вот дело космик это я слушайте искала у меня сейчас оранжевое настроение а вот да сишенька к нам стоит истинная девочка пришла посмотреть что что-то вот искала оранжевую помаду а у меня оказывается есть тот самый цвет который я искала так что больше не ищу прекращаю поиски буду пользоваться ей очень не нравится она еще какой-то ванилька чем таким пахнет просто вообще не такой по ощущениям как металлический корпус хорошо ложится в руке такие дела учебные увидимся с вами позже потом расскажу каким образом прошел мой экзамен а вот а во всем желаю хороших хорошей недели продуктивной и до новых встреч пока